Всем привет, с вами снова Добрмакс и мы продолжаем проходить замечательную игрушку Сибири 2. Ну и что ж, напоминаю, что в прошлой серии Ганс Форальберг был доставлен сюда в монастырь для того, чтобы его вылечить. Но при этом настоятель сказал, что сделать это невозможно. Что ж, посещать его нам тоже запрещено, но, как вы понимаете, Гейт Уолкер не соглашается с местными правилами. Поэтому давайте попробуем войти внутрь. Вы меня слышите, Ганс? Где мы, Кейт? Не волнуйтесь, вы в надежных руках. Ганс, мы в монастыре, помните? В Володилене сейчас 15 минут 8 утра. Отец всегда пунктуален. Он никогда не остается дома. Отправляется на фабрику, запирается в кабинете и... Нет, Ганс, мы в Романовске. Володилена далеко отсюда. А здесь о вас позаботятся. Алексей. Надо найти Алексея Туканова. Алексея Туканова? Он жил среди Юколов. Он может помочь мне. Хм, отлично. Не обошлось без того, кто подслушивает. Так. Похоже, вы высоко цените юкольскую медицину. Шаманы Юколов прекрасные врачи. Все это просто выдумки, Ганс. И вам это известно. Юколы много знают, Кейт. Очень много. Кто такой Алексей? Старый монах и мой друг. Он знаком с медициной Юколов. Мы не можем продолжать путешествие, Ганс. Вы нездоровый. Вам надо лечиться. Я... Я должен найти Сибирию, Кейт. Я ведь уже говорила, что намерена составить вам компанию. Все понятно. Зачем мне искать этого Алексея? Алексей может вылечить меня. Ганс, будьте же благоразумны. Никто не поможет вам лучше настоятеля монастыря. Алексей знает, как лечат Юколы. А настоятель просто старый болван. Все понятно. Вы думаете, этот монах может вас вылечить? Алексей знает, как лечат шаманы Юколов. А мне могут помочь только шаманы. Я скоро вернусь. Все дело в том, что мы неоднократно уже получали подтверждение того, что Ганс Форальберг был уже здесь. Ну, раз он был здесь, почему он до сих пор не нашел Сибирию? Насколько я понимаю, мы не так и далеко от нее находимся сейчас. А вообще, братом Алексеем может оказаться и вот этот вот любитель птиц, кстати говоря. Давайте-ка с ним побеседуем. А вы любитель подслушивать? Подслушивать грех. Я просто вытираю пыль и все. Вы давно живете в монастыре? Очень и очень давно. И, конечно, всех монахов знаете? Да, наверное. Пожалуй, знаю. Куда же подевался этот Алексей? Счастлив, кто знает причины вещам. Интересно. Я сейчас говорила с Гансом. И о чем же он поведал? Об одном здешнем монахе по имени Алексей. О, время безжалостно к смертным. Брат Алексей покинул этот грешный мир. Так. Может быть, что-то монах о юколах знает? Я слышала про северный народ под названием юколы. Знаете таких? Делай, что должно, и будь, что будет. Да, дурацкая привычка говорить иносказательными словами. Иносказаниями, точнее. Но вполне вероятно, что в его словах кроется какая-то разгадка. Мой друг очень болен и велел обратиться к одному монаху. Только не ко мне. Врачевание не по моей части. Я скромный раб Божий. Лишь обстирываю братья. А вы не поможете разыскать этого монаха? Отец игумен будет в жутком гневе. Мне надо стирать. Может быть, вы знаете этого Алексия? Нет, нет. Все критяне-лжецы, знаете ли. Да ладно, вы наверняка знаете, где он. Смерть есть последний предел. Вот так-то. Так, интересно. Дорогая сестра, Алексий был Божьим человеком и моим другом. Многие годы он жил вдали от монастыря среди странного народа юколов. Слушая их предания, так, о старых мамонтах, видимо. Здесь дальше не прочитать. Ну, написано, что юколы почитают их как богов, видимо, вовсе не причиняя... Не причисляя их... Так, что-то по поводу мудрых иноков. Так, что Господь приходил к людям в разных обличьях. И вот что тебе может помочь на... Что-то нужно сделать с глазом мамонта. Интересно, что же. Так, давайте последуем за этим монахом. Может быть, он все-таки нас к чему-то приведет. Но жалко, что брат Алексий уже умер. Так, наверняка нам это пригодится. Отлично. Так, а мы находимся во дворе. Я-то, честно говоря, думал, что мы где-то наверху. Ясно. Ну что ж, давайте попробуем разыскать либо монаха, либо настоятеля. Честно говоря, даже не знаю, где они могут находиться. Так, отлично, друзья. Здесь мы с вами вроде бы не были. Так, хорошо. Может быть, здесь среди книг мы найдем доказательства. А, все понятно, это такая спускающаяся лестница винтовая. Так, а что здесь? Вот, может быть, здесь среди книг мы найдем какое-то подтверждение словам монаха. Или, может быть, какую-то информацию об Алексее Туканове. Так. отлично но насколько я понимаю нам нужно зажечь все свечи или нет или же все-таки нужно только определенные свечи зажечь вообще конечно странно ну по крайней мере пока ничего не происходит забавно и видимо иначе мы никак отсюда выйти не можем ну да ладно давайте проявим терпение зажжем все свечи до одной зачем интересно кейт это понадобилось да нет скорее всего нужно что-то сделать ну понятно что либо определенная последовательность либо определенные свечи но по всей видимости мы сюда пришли слишком рано что ж ладно вернемся сюда чуть попозже а кстати говоря монах очень много говорил про смерть может быть нам нужно найти какое-то местное кладбище и найти там могилу могилу так подождите мы можем подняться еще сюда наверх вот мы можем найти там могилу алексия алексия раз он уже очень давно умер ну хотя вот с другой стороны зачем нам это будет нужно может быть конечно там записано какое-то послание не знаю не знаю сейчас мы я так думаю в этом убедимся так ну вот кейт поднялась наверх но при этом ничего совершенно не происходит да давайте все таки вернемся на двор и поищем либо настоятеля либо монаха любителя птиц очень странное помещение друзья просто очень странное так а вот скорее всего некое кладбище о котором я как раз говорил совершенно потрясающим деревом это еще что это как раз и есть алексей туканов да и он получается прожил 101 год на латыни я не очень хорошо читаю но скорее всего эту надпись нам поможет перевести наш знакомый монах так странно но почему-то это не помогает ну да ладно ну-ка ну-ка уберем эту пыль времен от этого гроба просто мороз по коже так откуда мы собрались убирать пыль времен мне интересно забавно самый плавный спуск но на санях пожалуй можно съехать по всей видимости придется нам отсюда каким-то образом бежать что ли да очень много странного но друзья давайте вернемся и все-таки найдем монаха и настоятеля о чем я уже говорю который раз как обычно в подобного рода местах все очень загадочно и настолько непонятно потому что как правило люди находящиеся здесь очень скрытно по понятным причинам так но вряд ли с нами здесь кто-то будет разговаривать поэтому давайте попробуем вернуться к отцу настоятелю по моему он как раз говорил о том что он будет нас ждать здесь здравствуйте здравствуй чада вы правда не можете помочь гансу господь уже назначил ему жребий будем уповать на его великую милость да прости грешника но гансу не в чем каяться недуг заставил его говорить но это неправедные речи совсем совсем неправедные ганс форальберг хороший человек в ряду он изрыгает сплошь богомерзкие сатанинские языческие речи молись женщина чтобы не был он ввержен в озеро огненное и серное да вы не нормальный вы же фанатик я поговорю с ним слышите я говорила с гансом и что ему лучше это ненадолго увы не первый раз я вижу как бренная плоть тщится избежать жребия своего он сказал его может вылечить один монах и кто се инок врачеватель этот монах много лет жил у юколов есть такой загадочный северный народ да воистину не дух его тяжек а разум слаб он как будто не хочет слышать об этом монахе господин настоятель вы знаете некоего алексея туканова еретик и богомерзкий обманщик не стоит упоминать его чадо кажется ганс форальберг о нем очень высокого мнения твой друг должно быть скорбен главою но все равно можно мне с ним встретиться нет алексей туканов нас оставил давно оставил миссуолкер простите что я вам надоедаю но где сейчас алексей туканов он умер упокой господи душу грешную усопшего рова твоего ибо грехам его не было числа нам непременно непременно надо двигаться дальше оставь эти мысли чадо больной слаб и немощен мечта ганса форальберга осуществится слышите тому не суждено быть скоро он покинет земную юдоль а ты смирись и терпи ганс часто рассказывал про загадочный северный народ про юколов проклятое племя слуги дьявола и бочтут идолов и склоняются перед бесами а спасителя отвергают ганс долго жил у них его там очень полюбили чадо не поддавайся на соблазны идолопоклонников они только одного хотят со своим первобытно общинным строем проводить все дни в похоти и праздности о кискаты не забывай кто отступится от господа обречен на вечную муку ладно все что нужно я узнала счастлива оставаться иди чадо только подумай не пожнешь ли ты позже терний да несмотря на ситуацию друзья мне просто восхищает подобная речь я думаю что вы со мной согласитесь да тем не менее мы с вами ничего совершенно не узнали мы ходим вокруг да около и не можем узнать элементарного где находится ну точнее где находится Алексей Туканов мы знаем но понятно что что то с этим нужно делать совершенно никакой информации и помочь никто не хочет так отлично секатор но секатор нам скорее всего понадобится как раз на могиле давайте попробуем туда вернуться и посмотреть что можно будет сделать а монах видимо все таки спустился опять для того чтобы постирать белье он по моему так и сказал поэтому скорее всего нам нужно тоже спуститься вниз но правда я так думаю что если мы спустимся то обратно подняться будет уже гораздо тяжелее да совершенно верно так секатор нам здорово помог ну и перевести латынь скорее всего нам поможет наш знакомый монах так так ладно нам совершенно ничего не дало вот это вот то что мы срезали ветви потому что и так было понятно что там опокоиться обренное тело Алексей Туканова но я то надеялся что мы узнаем что то еще так ну что ж ладно давайте поторопимся вниз ну из монастыря мы выходить не будем но в любом случае посмотрим что можно будет сделать дальше потому что пока мы просто блуждаем добрый вечер сэр да 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 здесь у всех обед молчание кроме настоятеля и и монаха так но нам это ничего не дает насколько я понимаю понятно что сюда нужно что то положить надо как то запустить так давайте попробуем все таки я не могу не бросить ганса да действительно значит мы получается не найдем ни монаха не не спустимся вниз может быть он конечно здесь где то и может здесь что то еще можно взять не знаю друзья я сейчас пока в полнейшей растерянности совершенно не понимаю что нужно сделать может быть нам нужно вернуться к настоятелю и попробовать поговорить с ним о том что мы нашли на кладбище вполне вероятно а может быть нам нужно вернуться к гансу фаральбергу но с другой стороны хотя да мы вполне можем вернуться к гансу и попробовать рассказать ему о том что мы нашли могилу Алексея Туканова и что помогать ему некому не думаю что эта новость будет для него очень приятной и вообще нужно ли это делать непонятно здравствуйте здравствуй чада мне кажется про монаха который может помочь это не бред ганс в своем уме чада в речах больного грешника истины не обрящешь он противится спасению и потому измышляет мнимую надежду аки призрак по-моему юколы могут приблизить ганса к цели а чем они там занимаются и во что верят какая разница надеюсь эти порождения ехиднины эта мерзость перед очами господа уже исчезли до последнего язычника спирт и оспа в наших краях несут быструю погибель нечестивым ладно все что нужно я узнала счастливо оставаться иди чада только подумай не пожнешь ли ты позже терний да не знаю что такого узнала кейт я честно говоря так минуту все равно потрясающая работа да это понятно но да совершенно верно вряд ли бы кто-то позволил вот так стоять и ну-ка ну-ка уберем эту пыль времен или все-таки это возможно все равно потрясающая работа так здесь наверняка скрыт ответ на ну-ка ну-ка уберем эту пыль времен все равно да и что с этим делать совершенно непонятно а подождите-ка слава богу что настоятель этого не видит а вот и оно вот и ответ на загадку какой-то символ то есть получается что мы должны зажечь свечу которая находится у изголовья креста и через две внизу пропуск три так друзья ну наконец то радостное событие несмотря на то что в церкви бегать нельзя все-таки кейт должна поспешить так отлично давайте как можно быстрее зайдем в это здание я правда не понимаю что что нам это дает может быть вполне вероятно слухи которые распускают по поводу смерти алексия туканова не имеют под собой почвы все-таки 101 год прожил на свете человек и вряд ли на самом деле ну кто знает кто знает у меня сейчас опять роятся куча предположений в голове друзья так ну что ж давайте поспешим отлично так из голове креста у нас находится вот здесь так ну вы знаете на самом деле не очень очевидно какая именно свеча находится напротив изголовья давайте попробуем зажечь вот эту так насколько я понимаю дальше идут вот эти две свечи так и видимо вот эти две в принципе вроде бы все должно быть правильно сейчас мы с вами это проверим супер так и что нам это дает ну по всей видимости там где мы раньше не могли подняться наверх скорее всего сейчас у нас это получится давайте как можно быстрее попробуем туда пройти и посмотреть что нас ждет наверху видимо нам нужно было непременно попасть в купол и либо мы что-то сверху увидим интересное либо там будет какое-то новое помещение так отлично так то есть здесь у нас обзор того что находится в окрестностях монастыря и как ни странно здесь мы тоже что-то можем применить только что интересно в общем то весь город мы уже с вами получается обошли вот здесь вот владение братьев так это дорога к монастырю соответственно здесь у нас угольный распределитель вот это магазин это цукерман интересно что нам это дает совершенно непонятно ну что ж ладно друзья пожалуй на этом мы закончим эту серию довольно таки она была непростой и в принципе что нам дало то что мы открыли здесь вот этот вот обзор совершенно непонятно ну что ж ладно если вам все еще нравится прохождение ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии с вами был добрый макс увидимся в следующих сериях всем пока 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 не